Друзья, сейчас как раз то самое время, когда можно воочию наблюдать, зачем нужна щель между поверхностью въезда и нижним швеллером ворот. И какая эта щель должна быть. Мне при установке специалисты сказали, что если вы на даче бываете нечасто, наездами, то лучше эту щель делать побольше. Стандартное ее значение 10 сантиметров, но можно сделать и 15. Ничего страшного. Почему? Потому что во время снегопадов на внутренней части ворот, как правило, вот на этом зубчатом секторе скапливается снег. И во время оттепели он тает, и вот эти капельки образуют лед как раз на линии открытия-закрытия ворот. И в какой-то момент вы приедете, нажмете на кнопочку, но автоматика сделает сброс, потому что не сможет откатить ворота. Или же наоборот, здесь скопится много льда, как мы обычно делаем. Мы садимся в машину, на кнопочку нажимаем и уезжаем. И, соответственно, воротина закрывается, и все нормально. Так вот, эта воротина вот этой нижней заглушкой может встретиться с какой-то льдышечкой, с каким-то наростом из льда. Автоматика почувствует препятствие и откатит ворота обратно. У меня один раз такое было, правда, в том случае я поленился, не почистил вовремя вот здесь нижний уловитель. Здесь скопился снег, он накоксовался, образовался уже лед, и воротина дошла практически до конца, уперлась в этот лед. И, соответственно, автоматика откатила ворота обратно. И я приехал вечером, ворота открыты, вот у меня вопросов было, что случилось. Я сразу, конечно же, набрал фирму, которую устанавливала, и они, ну, соответственно, пошли по причинам, почему такое может быть. И потом я понял, что это моя лень, я попросту вовремя не обеспечил должный уход воротам. Ну, а так, сделал я щель 10 сантиметров, и сейчас думаю, что, конечно, щель маловато. Уже, видите, сейчас начало февраля, и у меня уже где-то сантиметров, наверное, 5 всего осталось. Сейчас либо нужно ломиком поработать, вот, либо тепленькой водички сюда налить и лопатой поработать. Ну, посмотрим, что мы сделаем. 5 сантиметров, конечно, маловато. Я думаю, в следующий обильный снегопад я просто не открою ворота. Вот эта щель, какая бы она ни была, 10 сантиметров, 15 сантиметров, можно легко закрыть от проникновения сюда различных животных на участок обычной оцинковкой. Все по-разному делают. Некоторые резинку сюда вешают, некоторые оцинковку, некоторые такие, знаете, щеточки продаются. Ну, все по-разному, в общем, к этому подходят. Вот у меня оцинковка высотой в 15 сантиметров. Она практически до конца доходит, где-то внизу остается сантиметр 3. Но против животных все в порядке, никто там подлезть не может, кроме букашек и паучков. Она привинчивается к воротам на всем протяжении нижнего швеллера частями. Какая у вас есть оцинковка? Вот у меня были там какие-то отходы, я, соответственно, ее вот таким образом привернул. Очень хорошо уже несколько лет работает. Вот она здесь на конце остренькая, и если нужно, она себе пробивает даже во льду такую небольшую канавку. Этим решением я вполне доволен. Поэтому, друзья, будете устанавливать себе ворота, особенно если это будут откатные ворота, позаботьтесь о том, чтобы щель была, ну, должного размера. Если проживаете постоянно, чистите постоянно, ну, достаточно 10 сантиметров. Если бываете редко, то лучше эту щель сделать побольше, для того, чтобы не иметь проблем после серьезных снегопадов, оттепелей с открытием-закрытием ворот. Вот так. Надеюсь, друзья, ролик был информативен, чем-то вам помог. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok